17-й Калюжный Богдан, 10-й Умрихин Дима, 15-й Ахмадалиев Арсений, еще из старта Пушкина это Павлов Арсений. Если говорить про СФБ, у них, конечно, скамейка запасных. Приехали на эту игру, но вот штрафной сейчас бросает Веселовский Григорий, 21-й номер. Дальше он у них еще в составе, в старте, есть арт, бросать свои броски. Так, ну пока 2-2, счет ровный. Но это первые минуты. Первый впадает, событиями будет более чем интересно. Вот снова, конечно же, мы видим штрафные. Все от того же игрока, и он снова прекрасно, но атака не совершена. Осталось только, да, помимо хороших движений, забивать. Надо только правильно разыграть. И, да, как я и говорила, и забьют, забьют, ребята. Конечно, какой насыщенный матч. Все интересные действия, и вы со мной. Смотрит этот эфир. Я пока смею предположить только то, что будет интересно. Ну, вот уже рассказать неинтересно. Смотреть за развитием событий. Так, чуть ли не холл был сейчас там с кольцом, но все обошлось, и видим плюс 2. Не поняли, как клубы не поняли, чуть не потеряли мяч. Но в итоге забили. Так, был ли травмирован игрок, или он так сетует на жизнь? А нет, а нет, никаких айрболов, только забили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Совсем широкую атаку делают, и из-за этого, может быть, есть часть потерь. Ай, Григорий, опять! Вот он постоянно идет под кольцом, и постоянно у него это хорошо получается. Я торгаюсь с Григорием, я уже это делала, но мне кажется... Какой красивый, забитый. И только что мы везли отец. Хорош, хорош. Ну да, не забиваешь ты, забьют тебе. Вот такое правило. И свое. Хорош. Возвращают они еще пару очков к себе. Но и времени у нас еще очень много. Времени, это второй период только. Правда, минимум трех минут осталось, но в любом случае посмотрим, чем все закончится. На конец второго периода. Там у Пушкина такая группа, что все слушают неэффективно, и было бы мудрее гораздо умнее делать скидку куда-нибудь на трешку. Я говорю про ту серию атак. Дэв, Дэбэ, привет, говорит, СФБ первое место в сезоне. Так, почему, раз они выиграют дивизион в этом году, что вы имеете в виду под первым местом? Ну и слышим, да, что Пушкина забивают и, конечно, ликуют. Слышим, да, что Пушкина забивают и, конечно, ликуют. Ликуют трибоны и радуются за очках, но и не понижать свою планку. Черный 4, 2 очка. Свой мяч, но уже успели реабилитироваться быстренько. И забили еще плюс два. Фух, ну, напряжение удивительно. Но и с пучкой отца тоже не получается забить. Здорово. А у Пушкина получается, а у Пушкина получается одно непреимущество в очках пока. Хорошо, как прошел под рукой, мне понравилось. Не самая эффективная история, потому что, когда бежишь один, то не можешь все проконтролировать. То есть, может быть... А пока видим только то, что игроки берут на себя много инициативы. В каких-то, в смысле, как это хорошо заканчивается, как сейчас. В каких-то не очень. Восхитительно. У них на паркет у СПБ вышел парень под 21 номером. 50 секунд у меня. Да, да, весело. Он со скамейки сейчас усилит свою команду. И... Ай-яй-яй. Мы все видели, да? Мы все видели, как был пьянов Александрович. Один есть. Так, ну и второй тоже забивает. И в итоге... Кандокам передали мяч. И он так максимально спокойно постоял, подриблил. И забил со второго раза трешку свою. Противостоять таким, конечно, трудновато. Трудновато. Ну, а интересно играть. На самом деле, победа очевидна. То нужно отрабатывать то, что... То, что там есть на тренировках с тренером, какие-то комбинации. Еще что-то не рассчитывать. Хорош. Да, проходит под кольцо. Забивает свои плюс-два. Ну, вот. Ну, и Пушкина тоже отвечают. И слышим, как за них рдеет. Будет бросать свои штрафные без подбора. И потом вернемся после перерыва. Первый есть. Так, забили плюс-два, но уронили своего же игрока. Просто так он не будет стоять на паркете. Он просто взял и отнял мяч и забил свои плюс-два. Ну, я не знаю, что еще. Восхитительно. Чем у большинства ребят на паркете. Пушкин отвечает плюс-два. Ну, вот интересно, можно ли его считать... Ну, да, он хороший командный игрок. Я вот думала, он тянет ли он в соло-игру. Наверное, да, частично. Но у него тоже есть и передачи. И вот на подборе уже СФБ. Все-таки можно было бы сыграть пас, вот как сейчас СФБ делают. И разыграть быструю атаку. Так, ну что, все, всех поменяли. И теперь снова видим, как Пушкин атакует. Хорош. Получается, у них еще плюс-два себе принести. Забить еще парочку. Один, да. Так, снова СФБ. Снова в атаке. А, хороший флотер, хороший флотер. Показывает ребята. С успехом. Они все были забиты в картину противнику. Окей, они в атаке. Остается пара минут до конца. Приносит еще плюс-два. Так, ну что, про скорость атаки мы говорили или нет? Да, да. Все-таки Пушкин вернулись в атаку достаточно быстро. СФБ не успели атаку повышаться в защиту. Вау. Как они двигаются, конечно. Движение со спиной. Так, ну из трех капиталов СФБ забивается. По одному. Что? Продолжение следует. Так. Так. Так.